Привет, город студии! С вами я, Алексей Казанский и команда Сигмы. Собрали для вас новости этой среды. Мы начинаем. Коронастатистика на 28 июля. За сутки в округе заболело 130 человек. Из них 19 это вахтовые работники, остальные случаи в муниципалитетах. Всего на Ямале с диагнозами COVID-19 и внебольничная пневмония госпитализировано более 950 человек. 111 пациентов находятся в тяжелом состоянии. 40 заболевших на ЭВЛ. Погибли 3 человека. В России за сутки выявили 22,5 тысячи заразившихся. Скончались почти 800 человек. На поправку пошли 20,5 тысяч пациентов. Коронавирус и пандемия продолжают срывать планы. Кто-то не поехал в отпуск из-за новых ограничений, у кого-то отменились командировки из-за отсутствия ковид-справок. А вот режиссеру Андрею Звягинцеву, который известен по фильмам «Нелюбовь» и «Левиафан», пандемия не позволила реализовать важный проект, посвященный Северу. Из-за сложной эпидемиологической ситуации пришлось отложить съемки его фильма «Тундра Блюз», посвященного газодобытчикам и оленевонам. О других новостях Севера и не только расскажем в коротком обзоре. Минюст России разрешил заключать браки на дому или в больницах. Но воспользоваться такой возможностью имеют право только те, кто оказался в сложной жизненной ситуации и официально вступить в брак в ЗАГСе не может. Чтобы пожениться, не приезжая во дворец бракосочетания, жених и невеста должны заранее подать специальное заявление. Тогда церемонию проведут дома, но длиться она может не более 2,5 часов. Это вместе со временем, которое регистратор потратит на дорогу добрачующихся. Торговые сети сообщают, что в ближайшее время россиян ожидает серьезный рост цен на кофе. Стоимость ароматных зерен уже выросла на 10%, а все из-за похолодания и засухи в одной из главных стран-поставщиков кофе – Бразилии. Цены за тонну бразильского кофе сразу взлетели на 70%. Помимо неурожайного года на родине карнавалов, усугубляет ситуацию политический кризис в еще одном кофейном государстве – Колумбии. Там уже третий месяц идут массовые протесты и завастовки, и эти неурядицы в, казалось бы, далекой Латинской Америке напрямую могут сказаться на цене пачки кофе, купленной в российских супермаркетах. Авиакомпания S7 рассказала, что уже в 2022 году запустят в России новый лоукостер для перелетов между регионами и ближним зарубежьем. Компании лоукостеры продают билеты по очень низким ценам. На сегодняшний день единственная такая компания – это Победа. Первый рейс лоукостера от S7 взлетит в июле 2022 года. Осуществлять рейсы будут 24 новых лайнера. Обещают сосредоточиться на региональных перевозках и сделать перелеты по России быстрее, удобнее, а главное – доступнее. К новому учебному году на Ямале стартовала благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Ее ежегодно организовывают центры социального обслуживания. В Ноябрьске, Пуровском и Красноселькубском районах уже начали сбор. В других муниципалитетах начнут собирать юных ямальцев в школу с 1 августа. Помощи ждут от всех неравнодушных. Принимаются канцелярские товары, одежда, ранцы, книги и другие предметы, необходимые для школы. В прошлом году акция помогла собрать к первому учебному дню 600 детей из 260 семей округа. В Новом Уренгое акцию «Соберем ребенка в школу» проводят на базе центра Садко. Номер для связи указан на экране. Гюли Димитрат, зритель радиокомпании «Сигма» для НУР-24. В Новом Уренгое расследуется уголовное дело по проблемному дому номер 14 на улице Тундровой. В 2016 году стройнадзор округа выдал заключение, что здание соответствует техрегламенту и проектной документации. Поэтому администрация разрешила ввести строение в эксплуатацию. Однако через два года специальная комиссия установила, что квартиры требуют капитального ремонта, реконструкции и перепланировки. Людей из дома переселили. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц службы Государственного строительного надзора Ямал-Нейско-автономного округа, причастных к совершению преступления, а также иных должностных лиц, допустивших ввод жилого дома в эксплуатацию. Расследование уголовного дела продолжается. В последнее время все чаще медведи стали встречаться ямальцам на пути. И это происходит даже в городе. Накануне в сети появилась видеомедвежонка на западной объездной в Новом Уренгое. Косолавый пролез под отбойником, перебежал дорогу и пробежался вдоль трассы, а затем скрылся в лесу. Еще один бесстрашный медведь появился на одном из производственных объектов. Видео нам прислали очевидцы. Ни крики охраны, ни лай собак не напугали Бурова. Он продолжал бродить по территории. Встречи с хищниками действительно стали не редкостью. Наши читатели прислали в редакцию еще одно видео с косолапами. Медведя встретили на пути в поселок Тазовский. Офигеть! Глянь, как он близко! Ё-моё! Глянь! Смотри, куда! Как сказала автор видео, и смешно, и страшно, ведь не знаешь, чего ожидать от животного. Косолапые выходят по разным причинам. Часто мигрируют по территории в поисках пищи. Добавлю только то, что не стоит забывать про безопасность. Никогда не подкармливайте медведей и не выходите в тундру в одиночку. Городские светофоры перевели на новый режим так, чтобы уменьшить пробки и снизить риски ДТП. Госавтоинспекция исключила одновременное движение машин и пешеходов. Когда последние будут пересекать дорогу, для всех автомобилей будет гореть красный. По-новому светофоры уже работают на перекрестках улиц Сибирская и Ямальская. Проспекта Ленинградский, улицы Сибирская и Юбилейная. Проспекта Ленинградский, улицы Геологоразведчиков и Промышленная. Также улицы Мира и 70-летие Октября. В ближайшие дни изменится режим работы светофоров на перекрестках улицы Мира и Подшибякино. А также на пересечении Дружбы Народов и 70-летие Октября. И в продолжение о дорогах. В Новом Уренгое проверили водителей на внимательность. Для автомобилистов устроили викторину, где они должны были показать свои навыки и проявить бдительность. Я предлагаю вам прийти небольшое задание. Нужно за короткий промежуток времени максимально точно оценить меняющуюся обстановку. Вы готовы? Угу. Он катится, но ему нельзя выезжать, потому что он не на пешеходном переходе. Идет девушка с ребенком, идет мужчина с телефоном. Акция «Твой ход, пешеход» связана с самым многочисленным видом происшествий. Это наезд на пешеходов. Такой вид ДТП наиболее травмоопасный и занимает второе место по численности. С начала года в газовой столице произошло 6 аварий с участием пешеходов. Пострадало 6 человек, двое из которых оказались дети. В Соффеде предложили ужесточить обязательный техосмотр для машин. Главное предложение – водители должны будут возить диагностическую карту с собой всегда. Если нет карты, то штраф до 2000 рублей. А штраф может выписываться ежедневно. То есть недели без карты на дороге потянет на 14 тысяч. Отдельный блок предложений посвящен борьбе с мошенничеством. Серые техосмотры продолжают пользоваться популярностью. Кто-то рискует так, чтобы не тратить время на прохождение технического осмотра. А кто-то из-за нехватки станции в городе. О законной доступности техосмотра в Новом Уренгое расскажем в сюжете. Техосмотры от 500 рублей – такие расценки на онлайн-площадках не редкость. Выбор достаточно широкий. Только распечатывают диагностические карты без осмотра авто. Удаленно делают их не только для легковушек. По дорогам курсируют и грузовики, техническое состояние которых очные эксперты не оценивали. Такие осмотры автовладельцы должны проходить каждый год. С 1 марта 2021 года у нас произошли ряд изменений по проведению технического осмотра транспортных средств. Одно из обязательных условий – это обязательно фиксация на пункте технического осмотра транспортного средства. То есть фиксируется как заезд транспортного средства, так и выезд. Фотофиксация позволяет исключить от участия в дорожном движении транспортных средств, которые фактически технические осмотры не проходили. В Новом Уренгое лукавить с безопасностью не хотят. Автомобилисты осознанно подходят к техосмотру. Проводить его предпочитают офлайн. Хоть в городе и явная нехватка специализированных станций. Искал, где сделать техосмотр. В городе я нашел всего лишь таких в то время два места. В этом году опять произошла ситуация, когда надо делать техосмотр. Также зашел в интернет поискать, где можно сделать быстрее, без очереди, ну и чтобы желательно, в черте города. Самое главное, говорю, это удобство, что находится все в черте города. Недалеко от работы можно в любое время подъехать и никуда не надо где-то искать, там, за коулками ездить. Станция на базе МУПАД начала работу с июня. Пропускная способность станции – 16 машин в сутки. Примерно 400 машин в месяц. Технический осмотр стоит от 543 рублей. Занимает полчаса. На руки выдается официальный документ. Сейчас в городе наличие 4 станции, которые могут оказывать услуги населению. Организаций много в городе, станций не так много. Снять напряженность в городе с прохождением техосмотра. Было принято решение начать оказывать услуги как жителям, так и юридическим лицам. Пройти техосмотр в МУПАД, но варенгойцы могут записавшись по телефону. Его вы видите на экране. У Алла Гасанова, Денис Галкин, Андрей Тихонов, Терадио, компания «Сигма» для НУР-24. Подошел к концу шестой день Олимпиады в Токио. Однако помимо спортивной составляющей на играх присутствуют и скандалы. К сожалению, некоторые связаны и с российскими спортсменами. Так, в среду утром на послематчевой пресс-конференции нашему теннисисту Даниилу Медведеву чилийский журналист задал не то, что не тактичный, а даже хамский вопрос. О скандалах в Токио и не только расскажем в обзоре. Олимпиаду в Токио, как и многие другие, не обходят стороной скандалы. Когда еще игры не начались, уже стали поступать первые тревожные звоночки. Так, многие спортсмены, в том числе и россияне, остались не очень довольны условиями при размещении. Некоторым откровенно не повезло. Маленькие душевые и санузлы. Ну и низкие потолки. Российский волейболист Артем Ворюч и теннисист Карен Хачанов иронично высказались о бытовых условиях, в которых им приходится жить на время Олимпиады. Карен Хачанов задает вопрос, как он будет здесь мыться. Не понимаю, что. Отдельного упоминания достойны так называемые антисекс-кровати. Сделаны они из картона, способны выдержать лишь одного человека, а ломаются, по заявлению разработчиков, от резких движений. Развеять этот миф решили представители сборной Израиля. Сначала бейсболист Бен Вагнер прыгал один. Кровать не поддавалась, после чего к нему присоединились другие спортсмены национальной сборной. В итоге конструкция рухнула только под весом девяти олимпийцев. Видео, кстати, бейсболисты-вандалы выложили в ТикТок. Субтитры создавал DimaTorzok Лорел Хаббард, новозеландская тяжелоатлетка, хотя девять лет назад она была мужчиной. Решение МОК допустить до Олимпиады трансгендера вызвало гнев и недоумение. Возмутились как спортсменки, с которыми будет соревноваться бывший мужчина, так и ученые. Они предъявили работы, которые показывают, что люди, прошедшие через мужское половое созревание, имеют значительные физические преимущества. Так или иначе, 2 августа Лорел Хаббард выступит в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 87 килограммов. Не обошлось и без неприятностей в медиасфере. Утром 28 июля после победы над итальянцем Фабио Фаньени наш сильнейший теннисист Даниил Медведев проследовал в микс-зону. Чилийский журналист обратился к Даниилу с резким вопросом, мол, как тот относится к тому, что у российских спортсменов сложилось реноме читеров. Это был явный намек, что команда выигрывает якобы только благодаря допингу. Медведев вышел из себя и сразу прекратил общение с журналистом. Также Даниил потребовал, чтобы этот журналист больше не работал на его матчах. За шестой игровой день копилка россиян пополнилась пятью медалями. К сожалению, без золотых. Серебро у мужской команды пловцов в эстафете 4 по 200 вольным стилем и мужской и женской команд по баскетболу 3 на 3. Бронзовые медали завоевали Мадина Таймазова в дзюдо и Никита Нагорный в спортивной гимнастике. В общем зачете сборная России осталась на четвертой строчке. На первом месте по-прежнему Япония, Китай на втором, США на третьем. Смотрим Олимпиаду и болеем за наших. Кирилл Пермяков, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Несмотря на то, что на дворе еще календарное лето, можно смело задумываться об обновлении гардеробок предстоящей зиме. Ведь наступила пора больших скидок. Где? Расскажем в сюжете. Лето в Новом Рингое выдалось прохладным, поэтому начать готовиться к холодам можно уже сейчас. С выгодными предложениями фабрика «Ангелина Сэм» вновь радует жителей газовой столицы. Всеми любимые обновленные коллекции из норки, мутона, песца, куницы и лисы. Более трех тысяч меховых изделий со скидкой до 70%. Также действует акция «Меняем старую шубу на новую», вы получаете скидку до 50 тысяч рублей. Еще есть рассрочка 0036 без переплаты первоначального взроса. Забирайте уже сейчас вашу идеальную шубку, оплатите потом. Все старые меховушки, полученные по акции, компания «Ангелина Сэм» передает в дома ветеранов и дома престарелых. Самая теплая одежда для сердца – это доброта. И, разумеется, шубка. Поторопитесь, ярмарка работает до 1 августа в Деловом центре «Ямал» на первом этаже. Вероника Самушкина, Денис Галкин, телерадио компания «Сигму» для НУР-24. А сейчас наш информационный блок продолжит программа «Патруль». Передаю слово моей коллеге. Любовь Ломака расскажет вам сводку криминала и происшествий за сутки. А у меня все новости к этому часу. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok